Ну да, соглашусь с тобой, что вот эти как раз первые две игры, это, наверное, вообще самая пиковая нагрузка для наших игроков на всем протяжении этой Суперсии. Даже потом, когда там к пятому-шестому матчу накопится вроде бы усталость, а вот сейчас, пожалуйста, вот как только мы заговорили о возможных проблемах нашей команды, наши ребята открывают счет. 1-0 становится он после точного броска от синей линии, причем бросок вроде бы не сильный, с кистей, вроде бы и по центру ворот Брынцев бросил, но тем не менее Эрик Комри не сумел проконтролировать ситуацию. Давайте посмотрим как раз вратарским глазом из-за ворот. А, ну тут закрыт был. Был закрыт, да. И, ну, все равно все-таки гол, по-моему, пролетел шайб между ног. Все-таки в любом случае можно обвинить в этом вратаря. Хейкетс. Кстати говоря, единственный подопечный Дэйва Лоури из клуба Виктория Ройлс. Так, не частый случай, когда всего один человек потекивается главным тренером к составу. Так-то обычно человек три-четыре-то бывает. И, кстати, никого из местных. И со спинблэйт, что, в общем, тоже, наверное, показатель того, что, ох, к сожалению, пропускаем. Пацаны конец первого периода. Вертонин. Вот Вертонин вернулся. Сумели привести его в норму, привести его в порядок в раздевалке. Еще до конца первого периода возвратился налет, ну и в итоге отметил свое возвращение голым. Ну, конечно, такой диагональный пацан не должен, во-первых, проходить. И надо посмотреть. Мимо троих шайба прошла, и, как бы, каждый из них должен был спокойно ее прерывать. Очень мало бросков. Ну да, три броска всего лишь на все за второй период. Девять бросков за первый. То есть, получается, за 40 минут игры 12 раз потревожить вратаря соперника. Ну да, не самый агрессивный показатель нападения. А вот все-таки гол. К сожалению, за две с половиной минуты до конца третьего периода пропускаем совершенно необязательную шайбу при абсолютно равной игре. Ну что ж, по крайней мере, обнаружили наличие зрителей в Соскотуне, которые совсем уже засыпали там. И, скорее, даже, наверное, уже не шум зрителей, а храптом с ближних ярусов мог раздаваться по интершуму в уже ближайшее время. Ули. Да, неудачно отскочила шайба от Игоря Шестеркина после броска защитника. И на добивании Ули. В ближний угол попал очень удачно. В ближний угол, да. А Игорь уже не смог дотянуться до этой шайбы. Ну что, 1-2. И у сборной России остается очень немного времени для того, чтобы все-таки спасти эту игру. Ну, это решается пока обойтись без этого. Вот так вот. 2-2. Хватило времени все-таки. Хватило. Константин Акулов взял игру на себя. Да, индивидуальный проход очень хороший. И пустил, по-моему, под мышкой, по-моему, шайба прошла. Сейчас надо будет на повторе посмотреть. Вот тоже, кстати, человек, который очень сильно добавил в нынешнем сезоне. И получил уже и вызов основной со стороны Новосибирской Сибири. И голым уже в континентальной хоккейной лиге смог отметиться. При этом показывая очень неплохую результативность в молодежной хоккейной лиге, можно отметить. Ну да, если брать количество очков в среднем за матч, то он там, по-моему, вообще лидер. Потому что он время от времени-то вызывал в Сибири, поэтому игр сыграл поменьше, но очков набирает много. За 16 игр он набрал 30 очков. Ну вот да. То есть больше двух очков в среднем за матч. Попал. Не стал обыгрывать. Так достаточно просто с кистей, низом. Да, и сильно сближаться тоже не стал. Ассатин Акулов, пожалуйста. Одного бюллетера угадали. А вот, к сожалению, развит успех Новосибирец не смог. Не попался на его финт вратарь. Ну и, в принципе, не такая уж большая амплитуда была, чтобы вратарь смог проверить. Ну да, чтобы его как-то раскачать, да, чтобы заставить его как немножко сменить кучку опоры. Райенхард. А вот так он бросает. Вспоминаем финал чемпионата мира, да, Швеция, Швейцария. Ну да. Попадает штангу. Иван Николишин. Ну что ж, с ним тоже, в принципе, угадываем. Но, к сожалению, не угадывает он. Так что два из двух пока сборная России не забивает. Ник Пэттон. Не попадает. Костин молодцом проявляет себя и оставляет таким образом еще один шанс российской сборной. Но сейчас, что называется, кровь из нас, нужно этот булит забивать. Никита Щербак перед лицом со скотунской публики. Забивает. И делает счет 1-1. Заседание продолжается. Зеленая клюшка Никиты Щербака. Можно обратить внимание, что все булиты сборной Канады именно за счет бросков пытались пробить Костина. У нас, ну там, два человека пытались, конечно. Пойнт. Пожалуйста. Оправдуй свою фамилию. Пойнт. Хорошо очень. Убрал из кистей. Под перекладину. Праворуки. Да, показал, что... Да, по-моему, в первый раз праворуки вышел против нашего вратаря. До этого ребята с левым хватом работали. Коренев. Начинавшийся он в Ярославле, продолжающий Ханты-Мансийский. И не забивает. А вот наш праворуки, к сожалению, не забил. Какой-то бесхитростный сейчас бросок был. Дешено. Упустил уже. Видно было уже там на первых шагах, что когда шайба уже так немножко была отпущена им, что не получится у него булит. Так в итоге до самого конца и не смог прийти к решению. Проспектент Луис Блюз. Фиченко. Вроде бы и не очень сильно бросил, но тем не менее для Комри... Пробил клюшку. Да, для Комри эта задача оказалась неразрешима. Наконец-то наша забивает булит. Комри не угадал Комри, куда он будет бросать. И видно, что расслабил правую руку и, можно сказать, продавил вот эту клюшку. Хотя бросок был не очень сильный. Ну что, пока, в принципе, для нас именно броски приносят успех. Как, собственно, и для канадцев тоже. Чистые обыгрыши практически ни у кого не проходят. Вот и сейчас бросок с кистей, но в этот раз уже Денис Костин оказался. На высоте. Так, бликли. Ушел ни с чем. Сатин Акулов на второй свой булит заходит. Так, это получается, да. Видимо, там решали, может ли по второму разу кто-то исполнять булит. Хотя нет, Дергачев. Акулов выходил, его заменили. Значит, все-таки не может. Дергачев из самопетербургского СКА бросил, не попал. Ну что, затягивается у нас булитная серия. Кеннивиль. Все-таки до него дошла очередь, хотя его в числе первых кандидатов разувал. Ну вот, пожалуйста, что мешало раньше тренерам меня послушать. Кеннивиль здорово обыграл, разобрался и забил. Да, и опять наставит в очень-очень сложное положение. Показал, усадил вратаря. Здорово, конечно, исполнил сейчас. Да, разобрался, уехал вправо и с неудобный уложил низом. Павел Кросковский. Пожалуйста, тащите. И у нас тоже обыгрыши проходят. Не только канадцам фитить перед чужими воротами. Длиннющая плюшка на длинных руках убрал и с неудобной хорошо очень. Ну да, с таким ростом, с такими ручищами, конечно, уборы получаются такие. Очень размашистые у игрока. Это сложно вратарем. Вот тут амплитуда очень хорошая, да. Джейк Вертонен. Опа! Захлопнул дверцу Денис Костин передним. Ну тоже довольно бесхитростный финт был. Ну в принципе финт-то такой, он более-менее нормальный, если его исполнить быстрее. Вот вспомнил, как тот же Якоб Клепеш. Примерно такой же финт, поскольку он быстро исполнял. Ах, каркас ворот сейчас спасает канадцев Ренат Валеев. Вот уже пошли защитники. Да, на защитников пришли. Да, счастье было так возможно. И здесь тоже. Ну тоже она как-то у него сошла во время. Не сопутствует удача. По гайку к воротам она сошла. Шутиадор. Опять же игрок обороны. Все, нападающие закончились. Никита Шацкий. Нет, не закончились нападающие все-таки. Слабовато получился этот бросок в домик. Судя по всему именно его нападающий Витязи замысливал. Не попал Клоком по шайбе. Чуть пораньше надо было вот этот финт сделать. Пораньше через шайбу между ног пустить. Колули. Человек, который из игры шайбу забросил. Вот сейчас не попал. Да, так глядишь уже и по второму кругу придется все-таки пойти. Хочешь, не хочешь. Рушан Рафиков. Капитан выходит. Прошла шайба мимо створа ворот. Грэйв Чейз. Так, ну и... Что, неужели дадут перебить? Ну ладно, в какой-то степени справедливость за что. Притормозил немного перед Денисом. Так, поперекладывал шайбу туда-сюда. Но, к счастью, наш голкипер проявил должную выдержку. Брынцов. Брюклин. А, Брюклин, извиняюсь. И вот так вот. И это гол. И это гол. Да, судья показывает на ворота. Да. Ну что ж, вот так вот длинная, долгая, затяжная, булитная серия. В итоге закончилась победным броском динамовца Брюклина. Все-таки тот, чью фамилию я сказал самую последнюю, принес победу. Ну вот, пока до него очень доходило, соответственно. Всего лишь надо было подождать Брюклина. Ну что ж, вот так вот в ожидании Брюклина команда и проводила эту, можно сказать, почти рекордную булитную серию в истории собой суперсерии. Честно говоря, так вот сразу на скидку не готов сказать, сколько там рекорд по количеству исполненных после матча у булитов. Но, если это не рекорд, то, по крайней мере, заявка на него очень серьезная.